Ну что ж такое? Сколько еще можно по рыбьим спинам колошматить? Ух ты какая бойкая! Ну отлично, поймал рыбу руками. Сама виновата, сама выскочила. Всем привет, это опять я. Сегодня я на море, хочу плавить горбушу. Как видите, вот я нахожусь в устье небольшого ручейка. Видите, он вдалеке брызги. Это не брызги воды на перекате, это брызги горбуши, которая поднимается по ручью. Ручей этот для нереста почти никакой, он там продолжается метров на сто, поэтому горбуша конечно сюда заходит совершенно зря. Видите, вот две штучки идут. Она скорее всего либо сдохнет, либо будет сожрана кем-то, либо вот сейчас испугалась меня, пошла назад. Но в ручье ловить как бы, ну это не рыбалка, это какое-то там глупое занятие, сродное избиение. У меня сейчас тут проще ее ногами выпинать. Но я как бы не в сапогах, я в ботинках не стану этим заниматься. Я хочу половить ее вон там вот в море, где она собственно пытается заскакивать в ручей. Вон видна горбуша, которая пытается зайти в этот ручей. Ну это горбуша обманутая пресной водой, скажем так. Она не знает, что эта речка маленькая и никчемная. Опа, она сорвалась. Горбуша не знает, что эта речка маленькая и никчемная. Горбуша там в принципе и делать-то нечего, но она все равно пытается зайти. И для нее это, если она зайдет, закончится печально, скорее всего в ста процентах случаев. Вон видите, прям вот на глазах. Опа, и побежала. И вторая за ней. Меня увидела, испугалась назад. А ты атаковала мимо. Сейчас вот прямо блесна идет вместе с горбушей и стучит по стае. Но рыба уже на мели. Возможно, либо не видит блесну, либо не хочет видеть, не хочет реагировать даже. Если сейчас блесна, так и останется без поклевок. Буду менять. Буду менять, ставить другие блесны, резину. Воблеры буду искать. Рыбы много, но клев, пока вот с первых забросов видится просто отвратительным. Вон сколько рыбы. Вот видите, от горбов все рябит. Казалось бы, с таким ажиотажем, да и рыбку не поймать. Ну, увы. Скачет как... Вон, поймал кого-то. Господи, да как вареная сопротивляется-то, а? Вы вообще видели сопротивление? Я вот что-то даже не успел. Какой-то уже такой флошалый, флошалый горбылёк. Да тихо ты, отпущу сейчас. Вплыви. Вплыви. Вот она. Так, ничего, сейчас главное её не разворачивать головой в сторону моря, и волна поможет. О! А вот это уже рыба в отличных кондициях. Так, 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 уплывать нельзя. Уплывать нельзя. Уплывать нельзя. Ну, прекрасная рыбёшка. Вот такую я беру. Вот такую я люблю. Серебро свеженькое. Ого-го. А поклёвок нет. Возможно, я делаю ошибку, что кидаю вот в такую стайку рыбы, которая прям стоит в прибое. Можно проще найти одиночную рыбу, но чуть-чуть подальше, которая в состоянии покоя. Чтоб она уж сожрала наверняка. Потому что это в прибое, возможно, излишне нервозно. Ну, сами посудите, конечно, какие нервы. Вон как. Столько желающих её сожрать. Вот она. Вот артфишинг байт сработал. Когда кидал вот в эту кучу рыбы, в кучу рыбы, она, видимо, уже перебаламучена и жрать не хочет. А кинул чуть-чуть подальше, где рыбка была поспокойней. И тут же результат. Ох ты. Так, давай, братишка, доплывём вместе. Давай, давай, давай. Не туда плывёшь. Давай. Доплывём вместе до места, где я храню рыбу. Зачем мне тебя нести? Давай сама. Ай, ладно, донесу. Хорошая горбушка. Так. Ну что ж, 10 минут, 3 рыбки. Одна руками, две наблёсны. Я ей рву колтык, ломаю позвоночник и укладываю вот тут вот лежать. Так, ну давай, море, помогай, помогай, помогай. Оп-оп-оп. Вот отличные горбульные котлетки. Жирный, красивый. Народу, как видите, уже добавилось. В основном мужья с жёнами. У нас это семейная рыбалка. Он нерпа вдалеке. Горбушу жрёт. А чайка пытается кусочки подбирать. Иду, высматриваю горбушу. Но пока вижу в основном медуз. Вот видите, вот набросала травы. И вместе с травой уносит вот таких вот шикарнейших медуз. Есть ещё тут, конечно, и прозрачные медузки. Но почему-то сейчас вот ни одна на глаза не попадается. Вот ещё одну выкинула. Вот ещё одну поменьше выбрасывает. Сейчас их море много-много подошло. Горбуши стало поменьше. А народу стало побольше. Поэтому я пошёл гулять в стороны. Рыбы не сказал бы, что полно. Но если найдёшь её в состоянии покоя, клюёт достаточно благосклонно. Но вот эта уже сильно цветная. Я её брать не буду. Тут минус, что начинается дождь. Заливает объектив камеры. Вот это вот. Вот это вот да. Я уже поймал столько рыбы, сколько мне необходимо. Поэтому теперь коротенько о снастях. Ловил на удочку Maximus Gravity X Microjig до 7 грамм. Достаточно мягкая палка. Очень деликатная. Позволяет с горбушей получать максимум удовольствия. Это не то, что каким-то дрыном её на берег корчевать. А так, аккуратно и деликатно. Катушка Blackside Circon 1000. На ней намотана плетёнка Gerson Roots 0,8. Сегодня весь день горбуша старательно закрывала рот. Но всё-таки вот на эти приманки я её кое-как раздраконивал. Вот на эту несколько рыбок, несколько рыбок на эту, на неё чуть-чуть, вот на такую резинку чуть-чуть на громовой головке. В целом никакого явного фаворита нет. Появится какая-то одна горбуша, которая готова клевать. Вот она и жрёт. Вся остальная плывёт мимо. Ну вот как-то так. Ну что же, я уже дома. Снова рубрика «Говорящие руки». Я приехал с рыбалки вчера вечером, чистил рыбу, головы, хребты и хвосты, вообще все вот эти вот очистки, плавники, ребра. Все бросал в кастрюлю. Также ещё в кастрюлю положил несколько целиком прям картофелин сырых. Довёл до кипения и дал им на медленном огне повариться минут 20. Потом я эту кастрюлю убрал в холодильник. То есть, вот этот вот бульон настоялся ещё и за ночь получается. Сейчас уже следующий день, время обеденное, время придумывать что-нибудь такое на обед. Ну, как бы придумывать особенно неохота, поэтому такой старый проверенный рецепт. Называется «Уха по-фински». Вот здесь порезанный кубиком репчатый лук и морковка. Лука нужно много, морковки нужно мало, потому что морковка сластит, её нельзя много. И картошка брусочками. Следующий этап – это достать картошку из бульона и размять её вилкой до состояния пюре. Можно вот в тарелочке, как я, можно прямо на разделочной доске. Особенно сильно не стоит следить за качеством пюре, то есть, оно не обязательно должно быть прямо в порошок размолото. Допускаются там маленькие картошки, это не страшно. Смесь из морковки, картошки и лука уже достаточно спассеровалась, поэтому закладываем туда варёную картошку. Варёной картошке можно положить гораздо больше, чем я. Это не повредит. Можно положить существенно меньше, чем я. Это тоже не повредит. Картошка здесь для полноты, для густоты, поэтому кто как любит. И осталось залить всё это бульоном. Суп уже помаленьку закипает. Самое время заняться рыбой. Я для этого дела взял вот такой вот кусочек горбуши. Я взял у того вот крупного самца часть между головой и спинным плавником. Она такая довольно мясистая. Чешую я не чистил, и я, честно говоря, не понимаю людей, которые чистят чешую горбуши. Это какая-то блажь какая-то. Снимаем рёбра. Тут дело в том, что здесь нужно сделать кусочки, которые будут легко помещаться на ложку и без каких-то проблем естся. То есть никто не будет за столом сидеть, выколупывая изо рта кости. Особенно если вам нужно кормить детей, как вот сейчас в моём случае, то это втройне важно, чтобы дети просто ели и не заморачивались ни на какие косточки. Поэтому я удаляю кости и рублю филешку очень мелко. Вот примерно вот на такие маленькие кусочки. Смесь из картошки, морковки, лука и картошки пюре нашего основного загустителя кипит примерно уже 5 минут. То есть можно предполагать, что все ингредиенты уже достаточно уварились и можно добавлять рыбу. Рыбу-то фактически варить не нужно. Ей там нужно минуты полторы от силы. Поэтому рыбу всегда добавляю в последний момент. Рыба кипит примерно полминуты. Самое время добавить сливки. Сливки наши местные сахалинские 20-процентные. 75 рублей за баночку 200 грамм. Правда, они тут уже подвзбились. Трудно будет их сейчас выковыривать. Вот как все резко преобразилось. Как резко уха поменяла цвет. Только после добавления сливок уха закипела. Я тут же выключил плитку, чтобы она уже на остаточном тепле готовилась. И самое время заправить уху. Какая уха без черного молотого перца. И без соли. Соль сойдет любая. У меня вот с ламинарией и с белыми грибами. Делают, кстати, в находке, то есть через пролив от нас. И укропчик. Можно, конечно, и петрушки, и зеленого лука, но я предпочитаю в данном случае только укроп и больше ничего. И половинку зубчика чеснока. Ну все. В таком виде ухе нужно постоять примерно минут 10. И она будет готова. Уха настоялась порядка 15 минут. Самое время откушать. в чем еще плюс картофельного пюре? Вот оно добавляет помимо плотности, оно добавляет ухе такого тела плотного. Оно еще очень прикольно когда его ешь. Оно такое такими вот микро-микро гранулками такое. Ох, хороша ушечка. Ну-ка, а как рыбка? Все-таки сливки и рыба отлично сочетаются. Просто прекрасно. Фины, ну, то есть тот, кто придумал эту уху, соображают и в рыбе, и в рыбалке. Знают, что делать. А вот такой вариант с толченой картошкой рекомендую также применять в борще. Я, собственно, так и делаю. Ладно, всем пока-пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok